В Архизе на территории курортного поселка Романтик прошел первый форум современной тенденции развития рекламного рынка и антимонопольной политики. Центральной идеей проведения мероприятия стала недобросовестная конкуренция между производителями товаров. Насколько актуален вопрос и как оценивает антимонопольная служба работу по актуализации рекламного законодательства и другие вопросы по теме форума, расскажет Альбина Ламкова. Конкуренция всегда выступает двигателем торговли, но не всегда бизнесмены придерживаются законов. При осуществлении предпринимательской деятельности одни участники рынка используют нечестную борьбу намеренно, а другие по незнанию. В этом вопросе за нарушением законодательства о рекламе следит антимонопольная служба. Поэтому на форуме современным тенденциям развития рекламного рынка и антимонопольной политики уделили особое внимание борьбе с недобросовестной конкуренцией и использованию норм рекламного законодательства. В нем приняли участие как предприниматели, так и эксперты рекламного бизнеса. Его участников приветствовал заместитель председателя правительства Корчаева-Черкесии Евгений Поляков. Хочу выразить слова благодарности организаторам, партнерам форума, лично поблагодарить руководство Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Максима Алексеевича Шаскольского за то решение, что он принял провести такое значимое мероприятие в Корчаево-Черкесской республике на территории ВТРК Архиз. Евгений Поляков отметил, какую роль играет реклама в развитии социально-экономического развития любой территории. На площадке участникам форума была дана уникальная возможность задать вопросы по рекламе специалистам. Подробно о векторах развития рекламного рынка рассказала заместитель руководителя ФАС России Карина Таукенова. Она отметила, что ежегодно ФАС России рассматривает порядка 16 тысяч заявлений о нарушении законодательства о рекламе и около трех тысяч заявлений о недобросовестной конкуренции. Будет возможность услышать, что называется, из первых уст, все ответы на вопросы, которые у вас есть. Поэтому, коллеги, я сейчас обращаюсь к субъектам рекламного рынка, к бизнесу, которые здесь присутствуют. Пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы спикерам. Это действительно уникальная возможность, потому что вы в своей ежедневной работе руководствуетесь и принципами закона рекламы, и недобросовестной конкуренции. Поэтому, в любом случае, будем надеяться на такое достаточно плотное взаимодействие. Нарушения в рекламе и недобросовестной конкуренции, они очень чувствительные, потому что затрагивают и массового потребителя, и непосредственно бизнесменов. Карина Таукенова отметила, что ведомство продолжает работу по актуализации рекламного законодательства с участием бизнеса и экспертов рынка с целью сохранения честного и добросовестного поведения предпринимателей. Реклама всегда была актуальной. Кроме того, что двигатель торговли, она является таким инструментом, с помощью которого предприниматели, субъекты рекламного рынка и все мы, кто занимается от производства товаров до регулирования рекламного законодательства, но мы можем заявить о себе. Действительно, рынок рекламы является частью экономической системы. От нее напрямую зависит финальный бизнес-результат, от чего экономика нашей страны будет процветать. Проведение таких форумов сложно переоценить, поэтому его организаторы планируют проводить встречи такого формата на регулярной основе. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Архиз.